Проблемы дома ветеран уже обсуждают на уровне области. В интернет попали кадры затопленного девятого этажа после урагана и сильного ливня, который прошел в городе на минувшей неделе. Даже спустя несколько дней в коридоре пахнет сыростью. Проблема с текущей крышей в доме ветеран существует уже давно, но ливень 13 июля устроил жильцам девятого этажа настоящий потоп. Анастасия Жаркова призналась, что ее квартире еще повезло, спас натяжной потолок. Когда муж снял люстру, на пол хлынул поток холодной воды. Но, по крайней мере, мебель не пострадала. Жильцы, кто оказался дома, спешно спасали свои вещи, передвигаясь по щиколотку в воде. У тех, кто на момент потопа отсутствовал, ущерб значительно больше. Пострадала дорогостоящая техника. В той квартире, вот жилет моя мама, значит, там текло с потолка полностью по всей квартире. Полностью. В зале, в комнате, в кухне, в туалете. По всей квартире текло дождем сверху. Сосед еще рядом, 141-я квартира, его не было дома, он пришел позже. У него текло точно так же по всему потолку. У него затопило, значит, испортился большой телевизор, как он говорит, только купил за 45 тысяч телевизор большой там ноутбук. Он его вытащил. Воды в квартире, вот в нашей квартире, ну пусть было много только тогда, когда она вытекла. Вот в этой 142-й квартире воды было по щиколотку. Все, полностью вся квартира была в воде. У нас в большой комнате, прям вот так вот по перекрытиям, вот так, прям вот так же, как дождь, клава, да. Мы ставили ведра, тряпки ложили. В 2 часа ночи мы, две ночи с мужем не спали, пока шли вот эти дожди. Мы вот это все боролись с этим. А сейчас уходишь на работу, вот мы уходим, и мы придем неизвестно к чему. У нас так же телевизор, компьютер, вот это, да хоть что. Как отмечают сами жильцы, крыша дома «Ветеран» протекает с 2005 года, когда на ней установили вышки спутниковой связи. Причем установили, несмотря на возражения жителей дома. 25 лет уже живем в этом доме. И проблем с крышей, в общем-то, не было до тех пор, пока не построили вот эту вышку. И, как я считаю, они разрушили кровлю крыши. Поэтому вот с 2005 года возникла эта проблема. Крыша протекает при сильном дожде или когда снег растает и лежит, вернее, снег лежит, а потом, когда начинает таяние, это вся вода здесь у нас в квартирах и в коридоре. Я уже не знаю, вот куда писать, вот мы с соседями уже вообще, сколько вот этих бумаг, вот они отписки просто присылают и все элементарно. У меня вот в квартире грибок в трех комнатах. У меня внук приходит, он начинает кашлять. Это же органы дыхания. Это что такое-то вообще, совесть надо иметь. Наверху должна быть там водостоки или что-то. Как уж там оно работает, я не знаю, но там, видимо, ничего не сделано, потому что они какое-то корыто сделали, в это корыто течет. А в этот раз, когда такой сильный дождь был, это все корыто, вся эта вода обрушилась к нам, просто лавина, и здесь было просто страшно находиться. Капитальный ремонт кровли, который проводился в 2010 году, действовавший на тот момент управляющей компанией, не особо помог. Крыша по-прежнему протекает, да и к качеству этого ремонта у муниципальных властей были претензии. Материалы, которые использовались в 2010 году, то есть они были не совсем соответствовали технологиям. Я считаю, что это одна из первоочередных причин. Еще раз говорю, дом эксплуатируется с 1991 года, достаточно высокий износ, там требуется полная замена и утепляющих элементов, и соответствующих гидроизоляций. Глава города взял ситуацию с муниципальным домом ветерана личный контроль. Сейчас стоит вопрос об очередном капитальном ремонте крыши. Правда, в бюджет эти расходы не заложены, а перекраивать бюджет можно только по решению Думы. Ближайшее заседание Думы состоится 28 числа. Я надеюсь, что к нашей Думе и депутаты к этому подойдут вполне лояльно, по крайней мере это принципиальный момент. Если администрация подготовит документы на изменение бюджета, а у нас такой вопрос в Думе стоит на ближайшем, то я думаю, что мы это пойдем опросить. Сейчас задача А. найти деньги. Б. найти людей, кто эти деньги нормально может использовать, а не отмазываться мне, что не могу, не могу, не могу. Ну и самое главное, все-таки до, с моей точки зрения, сентября-конца сентября этот ремонт сделать. Но сразу говорю, тут вот такие процедуры и что-то обещать, но, к сожалению, я своим жителям не могу. Претензии по ненадлежащему обслуживанию дома городские власти намерены предъявить управляющей компанией МУП ПЖРТ и лично ее руководителю Егору Конькову. Мои личные претензии к руководителю. Не справляется со своими обязанностями. Это и обслуживание, потому что у меня жалобы по линии ПЖРТ от жителей 101-го, от жителей города. Поэтому я еще раз высказал свою точку зрения. Если администрация не предпримет срочных мер кадровых изменений в ПЖРТ, изменения будут принимать решения я. Сам Егор Коньков отказался давать какие-либо комментарии журналистам. В последнее время МУП ПЖРТ получил немало нареканий как от властей, так и от жителей. В первую очередь из-за состояния так называемых гостинок. Справедливости ради надо отметить, что все это проблемное хозяйство, в том числе и дом-ветеран, компания получила лишь пару лет назад. До этого они находились под управлением совсем другой компании и оценки состояния домов на момент передачи не проводилось. Оценки состояния здания, я думаю, как бы не производилось. То есть в каком состоянии приняло предприятие от управляющей компании, в таком состоянии на месте. Глава города пообещал, что будет создана специальная комиссия, которая будет разбираться в деятельности управляющей компанией МУП ПЖРТ. Нет сомнений в том, что ответственные лица понесут наказание. Но вот изменится ли жизнь жильцов проблемных домов к лучшему – большой вопрос. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости ТВ.